Служба в рядах российской армии для молодых людей является конституционной обязанностью. Но приятно отметить, что в Ленинском районе в последние годы это не основной критерий вступления в ряды вооруженных сил. Будущими защитниками также двигает желание выполнить долг перед Родиной, стремление к личному становлению и возмужанию. Подробности в нашем следующем сюжете. 1 апреля начался весенний призыв граждан на военную службу. До середины июля в армию планируют отправить 70 призывников со всего Ленинского района. Это в основном ребята 1994-1995 года рождения, а также и старший, ведь призывной возраст до 27 лет. За первые несколько дней работы призывной комиссии уже можно отметить активную явку молодых людей. Демографическая яма, которая существовала в 1990-е годы, она уже прошла, мы ее прошли. И сейчас количество призывных ресурсов у нас увеличилось. Это первая составляющая. Вторая составляющая, что ребята осознанно сейчас идут в армию, понимая то, что в перспективе это им поможет в дальнейшем. Хотя в последнее время число желающих пойти в армию увеличивается, все еще существует мнение, что лучше избежать такой службы. Многие боятся, просто бояться, мне кажется, нечего. Всего лишь год службы, ничего страшного в этом нет. Если физически хотя бы немного подготовлено, то в принципе все это нормально. Призыв граждан на военную службу включает в себя несколько этапов. Первый – это прохождение медицинской комиссии. Призывников обследуют врачи-специалисты – нарколог, стоматолог, психиатр, дерматолог, лор, офтальмолог. После прохождения всех врачей, личное дело и призывник попадают на осмотр ко мне. Я изучаю их медицинские документы, смотрю результаты обследования врачами и выношу заключительные заключения о состоянии их здоровья. То есть это либо годен к воинской службе, либо не годен, годен с ограничениями. Все призывники при первоначальной постановке на воинский учет проходят два тестирования для определения военной специальности и нервно-психологической устойчивости. Затем ребят дополнительно тестируют для определения их годности на конкретной воинской специальности. Есть спецназ, есть технологические должности, водительские должности, операторские, связисты. И кроме того, у каждого есть навыки и желание чем-то заниматься. Поэтому мы всегда учитываем. По примеру двух старших братьев, уже отслуживших в армии, призывник Никита Савушкин хочет пойти на службу воздушно-десантные войска. Отличное настроение, желание просто пламенное. Просто говорю желанием пойти в ряды, вступить в ряды вооруженных сил Российской Федерации, ослужить год, отдать свой долг родине и спокойно вернуться домой. После прохождения медицинской комиссии и тестирования призывники должны явиться на заседание призывной комиссии. Ее члены уточняют у гражданина, состав семьи, материальное положение, жилищные условия, образование, наличие неснятой или непогашенной судимости за совершение преступлений и другие сведения. А затем принимают решение о годности к службе. Призывнику вручают повестку с даты явки для отправки к месту прохождения военной службы. Год службы пройдет очень быстро и, несомненно, с пользой. Домой мужчина вернется более подготовленный профессионально, физически и просто житейски. Лариса Вольнова и я, Дамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.